Начнем, наверное, с музея природы, в котором с сегодняшнего дня работает выставка, посвященная природному многообразию. Хотя тут стоит сделать одно замечание. Выставка, которая называется «Природа и город», рассказывает о разнообразии непосредственно городской природы. Посетителям будет предложено эдакое путешествие, в ходе которого можно познакомиться как с привычными, так и с шокирующими и удивительными обитателями городской природы, которых мы в нашей ежедневной спешке даже не замечаем. К примеру, можно узнать о том, что такое экологические ловушки. Ведь порой человек даже не подозревает о том, что может создать некоторые экологические ловушки. И как, например, живые организмы сделать так, чтобы они не попадали в эти ловушки, вот об этом можно узнать. Ну, например, если человек решает подкармливать птиц зимой, то нужно соблюдать и гигиену кормушки. И если человек это не делает, то корм птиц может элементарно перемешиваться с абскрементами пернатых или плесневеть. И тогда уже от такой подкормки не будет никакой пользы. Или, например, очень простая, но в то же время трогательная экспозиция, показывающая, как многие ежи становятся жертвой высоких бордюров, из-за чего они не могут попасть на тротуар, будучи вынуждены бежать вдоль бордюра, рискуя попасть под машину. На выставке установлен игровой тренажер в виде газонокосилки, заставляющий задуматься о том, сколько живых организмов гибнет под косилкой. Предыдущие выставки музея были посвящены определенным видам животных или отдельным темам дикой природы. Но сейчас можно сказать, что сотрудники музея сделали амбициозный шаг, рассказывая о природе, делая акцент на том, что городская природа – это место встречи разных персонажей, интересов и отношений. Для зеленой столицы как нельзя лучше подходит такая тема неразрывной связи горожанина и городской природной среды. Помимо знакомительной и развлекательной части, можно с уверенностью сказать, что выставка также будет и образовательной. У нас разработаны, конечно, учебные программы к этой выставке, как для детей детсадовского возраста, так и для детей постарше, и для студентов, и для взрослых также будут лекции. Выставка будет работать до конца мая следующего года. Стоит отметить, что экспозиция «Природа и город» – это одна из последних больших выставок в нынешнем здании Эстонского музея природы в Старом городе. Новый Эстонский музей природы должен принять гостей уже в 2026 году. Он разместится в удивительно новом деревянном экологическом доме, который наверняка станет туристической диковинкой столицы. Сергей Овченков, Петер Юльвайн. Новости Таллина.